Заметим, конечно, что факт отсутствия дворянского рода дюбрюксов в готском альманахе весьма информативен с той стороны, что этот род не был так древен и, так, извините за выражение, глубоко укоренившимся в высшем сословии Франции, чтобы его возносить. Как бы к этому не относились дядьки и отец Поля, так и как бы он не относился к этому факту сам. Ну и понятно, что все то, что связано с переименованием этого альманаха для ввоза на территорию российской провинции, тоже нам не, наверное, такие объяснения. Но интрига остается, и вы понимаете, почему. Известно, откуда, вот вопрос. Прозорливость ощущения существующих и несуществующих источников, что особые отношения сложились у Поля с его старшим и единственным братом Жаном, который всегда опекал его. Но эта опека часто выливалась в некое покровительственное высокомерие, больше унижавшее, чем спасавшее от невзгод Поля. С детства он не мог, как мы уже сказали, высшей фамильярности выносить. И страдал от нее и даже от общения со старшим братом Жан был абсолютно храп. По правде сказать, таких ведь в те времена тоже было немало, но в Жане же было, по мнению Поля, однако, несчастное сочетание физической храбрости и умственной отваги. А это редкое сочетание, нечастое сочетание, но, как говорится, все мы не без изъяна. У Жана последнее проявлялось в его неком высокомерии, а также чувстве превосходства над другими. Что, заметим, в высокомерии они есть проявление высокого ума, скорее наоборот. Но, впрочем, тогда будто бы этим страдала вся так называемая элита. И прежде всего это почувствовал на себе маленький Поль. Все это вызывало в нем как восхищение братом, так одновременно чувство тайной неприязни, всегда делавшее Поле в присутствии Жана более замкнутым и осторожным, неоткрытым для него. Это он запомнил на всю жизнь. И это чувство, любовь и даже ненависть долго существовало в отношении Поля к старшему брату, о чем, скорее всего, последний даже и не подозревал. Однако время убивало с взрослением ненависть Поля, оставляя только любовь, что, несомненно, не мог не заметить Жан. Но это уже было тогда или почти тогда, когда вихрь событий в стране и в мире разделил их навсегда. Были ли их поздние встречи при поездках и скитаниях по Европе, нам это неизвестно. Вскоре Поль в чине младшего лейтенанта, как-то так, вместе с отцом полковником и братом примкнул к принцу Конде и вступил в корпус благородных егерей, назовем так, одной из подразделений виртуальной французской белой армии того времени. В истории все повторяется или, скорее, так мы видим и повторяем, как мартышки, вроде Экклезиаста. Все не ново на этой земле. И что есть, то уже было. Это, конечно, по глупости, но уже по коварству и внутренней злобе повторяют подобные все эти скалегеры-петариусы, с миллерами и шлёцерами. Мать их так. Свой же отряд Людовик Жозеф Бурбон, принц Конде, оставивший Францию в 1789 году по официальному источнику, снарядил за свой счёт на рейне из эмигрантов. Поль с родинкой уже, значит, эмигрант. И в 1792 году в соединении с австрийским войском повёл его на Ландау, но после кровопролитных боёв с революционной армией был оттеснён за рейн. Что же это за движ того времени? Что за существа нам показаны в историографии этого мира? Например, принц Конде. Где-то тут пробежал и Людовик, и его Мария Антуанетта. Кровавые жертвы вихрей истории и вбросов исторических этого мира. Принц, единственный сын герцога Людовика Генриха Бурбона и принцессы Каролины Гессен-Рейнфельс, мир элит немецких, один по Европе, как видите, пользовался в своё время особым расположением Людовика XV, но с сыном последнего, Людовиком XVI, не особо ладил. Ну, вспомнили, как и папаша Дебрюкса. А если ещё покопаться в истории, то аналогично в российской. Многие уважали, то есть уважительно побаивались Александра Третьего и затем надсмехались, в лучшем случае, и иронизировали над Николаем Вторым. Милашка Ника вдруг стал кровавым. О, история! О, нравы! Прав был экклезиаст, однако. В армию принц Конде поступил в начале так называемой Семилетней войны. Как мы знаем, войны после Великого Катаклизма так и не кончились. Всё делили и делили. Порой ещё шкуру неубитого медведя. Ну, это мы имеем в виду так называемую условную тартарию. И уже в 26-летнем возрасте, в 1762 году, в 1762 году, повторяем, разбил при Фридберге последнего принца Карла Вингельма Фердинанда Брауншвейского, что создало ему соответствующую долгоиграющую репутацию. Но уже в 1771 году, за несогласие с одобренной королём реформой парламента, он чувствовал, что король сам себе копает могилу. Конде был изгнан на короткое время из страны. Позже, в собрании на табле 1787 года, он подписал докладную записку, в которой аристократия и духовенство протестовали против какого бы то ни было нарушения своих привилегий. Многие будущие историки именно в этом факте непоновения дворянства своему королю видят начало Великой Французской революции. Глупцы, если что происходит, то сопутствующий малый пук не изменит хода вещей и причин его сотворящих. Оттого мы можем заключить, что деятельность принца Конде, хоть и не получила столь широкую известность, как его предков в 16 и 17 веках, Ну, по большей мере, благодаря фантастическим историческим романам Саши Дюма-старшего, которому повестей Белкина было видно мало, так он еще такого понаписывал. Или шутим, или нет, но вам судить об этом. В числе которых этих его предков был и знаменитый Луи I, принц де Конде, глава протестантской партии, брат Антуана де Бурбона, отца Генриха IV Наваррского, И третий принц Конде, Генрих II де Бурбон, и великий Конделу, и второй известный полководец 17 века. Но была личность нашего принца столь же значительной, столь же заметной и влиявшей на судьбы тогдашнего мира, как и его славных будто бы предков. Но, как говорится, не мни себя самым сильным, встретишь наверняка еще более сильного, чем ты, рано или поздно. Конечно, с такой оговоркой. Она была бы более весомой, если б на пути ее судьбы принца не стала еще более значительная личность Наполеона Бонапарта. Ну, как, например, в российской истории на пути Душки Деникина яркая личность на фоне других мудаков в белом движении стала личность яркая и беспощадная Троцкого, недаром которого некоторые называют реинкарнацией Наполеона. Оба кончили, однако, плохо. Один на острове в тисках, с заказанной хоробой, другой в Мексике, с ледорубом в голове. Но Троцкий осуществил мечту виртуального Наполеона. Он взял Москву и поставил Россию и русских людей на колени с их же безумцев помощью. Дюбрюксу лично увидеть этого злого гения Франции Наполеона не пришлось. Но, быть может, и к счастью. Но он, многонаслышанный о вряде боев в Австрии в составе армии Конде, непосредственно противостоявший корсиканцу, зримо представлял последнего. По крайней мере, в снах он ему являлся в тот период довольно-таки часто. Именно будущий император Франции, некое олицетворяющее видение злого духа, смесь ночных кошмаров и описаний реально видевших его людей, вошел в жизнь молодого француза. И до конца его жизни эта незримая тень приходила в мысли Дюбрюкса, спорила с ним, надсмехалась порой над ним. И с нею он, Дюбрюкс, до последнего своего смертного часа вел упорную и непримиримую борьбу. Таков удел всех политмигрантов. Будь они хоть Каспаровыми, хоть менее значительными личностями. Но не будем тут никого называть по имени, чтобы бронь Божия никого не обидеть. Можно критиковать политические программы, даже личности, как деятелей политики, но указывать на самую личность, на ее явное составляющее, но по меньшей мере неприлично, и унижать тем самого себя. Это не аргументы. То, что Наполеон – злой дух, воплощение зла, Дюбрюкс не сомневался. Высокомерие презрения к людям. Не я нуждаюсь во Франции, а Франция нуждается во мне. Так он будто бы говорил. Когда Полю, молодые его и колеблющиеся соратники говорили в единении дружеских бесед за кружкой красного Бордо, может, Бонапарт тиран и кровопийца, но он единый правитель Франции, каким никогда не был покойный король, и он делает немало для ее возвеличивания, для ее славы. Другое дело, какой ценой и неизвестно еще, какой постигнет конец его самого, его державу, когда против него весь мир. Поль, негодуя и переходя от тихой беседы, крику горячо отвечал, как ты можешь, о какой славе ты говоришь? Слава, например, Греции, памятники культуры, как и Франции. А что создает Наполеон? Если он гений, с чем я не стал бы так определенно и без опровержения соглашаться, то это не гений добра, а гений зла. И если я не вижу добра Франции и Европы в его действиях, то я не могу витать в мире иллюзий и платить злодею на его зло добром и добрым отношением к нему. Тут возможно только одно – честность и справедливость, честно сказать о том, что он из себя представляет, и справедливо оценить его деятельность без сомнительных авансов и обманчивых иллюзий. Ох, Поль, ох, Поль, что он знает о Наполеоне? Что мы знаем о нем? Да был ли он вообще? Очень вовремя из-за манчиво появившаяся фигура в построениях историографии нашего мира, того интересного и таинственного до конца непонятого исторического периода. Тайна сия велика, и не дано нам ее всю открыть, как будто. И что делать, например, Наполеон? И что делал, например, Наполеон в Египте? Что его тогда в первую очередь туда понесло? И почему в будущем не попер он на Москву, а не на Санкт-Петербург? И почему в будущем он попер на Москву, а не на Санкт-Петербург? Цель-то была куда более заманчива. Вопросы, вопросы, вопросы. Но нас официальные ответы не удовлетворяют. Обычно, продолжаем. Друзья немного спорили с Дюбрюксом о Наполеоне, так как и сами многое разделяли в характеристиках поля о последнем. Да и находились они в лагере не нейтралов, простых экономических иммигрантов и беженцев, а противостоящей тирану и узурпатору армии, как они считали, освобождением белой армии Франции. Но Дюбрюкс и днями и ночами вел этот спор самим собой. И столь рьяно, что вскоре представлял себе Наполеона так зримо, что ему уже казалось, что последнего он где-то видел, может, еще до 1792 года или позже на полях сражений. Хотя в глубине души он вполне был уверен, что судьба никогда не сводила его пути с путями страшного, очень страшного кошмара Франции и Европы. Да чего мы тут даем столь длинную выкладку отношений поля с тираном? Да были ли они и такие отношения? Может, это только наша фантазия? Фантазий не бывает без подстав. Мир формирует нас, и толпа его производная. Где-то формируют и впускают в оборот мысль. И если ее подкрепить пропагандой и пестить, то она мысль овладеет миром и толпой. Значит, это кому-то нужно. Толпа слепа, как в жизни, так и в искусстве. Даже самую заурядную и примитивную драму публика начинает безудержно хвалить, если ее более чем тривиальные действия оживляют, например, парочкой трупов. А при определенной и цельно устремленной пропаганде драму могут даже объявить гениальной. Так и в жизни, в обществе, так и с Наполеоном, думает Поль. Ну да, думает он так, это не важно. Важно, что думаем мы сами подобным образом. Наполеон вызывает тем большее восхищение толпы, чем больше оставляет за собой трупов. Нет, скажете вы, и будете правы, не все тираны, кровопийцы. А возможно, это надо и оценить более сложно. То есть толпа трусливо рукоплещет тирану, почитая его кровавые бойни за уничтожение врагов, которых изобретательный диктатор легко вбрасывает с легкостью необыкновенной в умы своих граждан. Тиран делает с нацией все, что захочет, как хирург в операционной с больной, если нация больна, ну и вдобавок труслива. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»